Раз уж Тимур Бекмамбетов завел традицию каждый год шквальным потоком выпускать новые ёлки с самыми узнаваемыми лицами страны и зарабатывать на продакт плейсменте деньги, то пожалуй я тоже заведу кое-какую традицию. Буду разносить их перед новым годом в хлам. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Но перед тем как начать... Спонсор ролика, который защитит ваш разум от деградации, Brave Land Heroes. Это крутая мобильная пошаговая RPG стратегия в духе старой школы. Реально в нечто подобное я играл ещё в детстве, только сейчас графика стала круче в разы. В ней вы сможете играть с друзьями в онлайн дуэлях. Лично я обожаю, когда в игру можно играть вдвоём с другом. А также в Brave Land Heroes можно проходить кампанию в оффлайн режиме без доступа в интернет, что тоже удобно. Обязательно попробуйте, вам понравится. Скачать её можно по ссылке в описании. Новые ёлки – это очередная солянка из нескольких историй. Сварили которую, как обычно, пять разных режиссёров, включая Жору Крыжовникова. Концепт этой солянки Тимур Рубик Мамбетов подглядел ещё в 2003 году у «Реальной любви», у британского фильма, который поставил Ричард Кёртис. Фильм, кстати, неплохой, можете посмотреть. Всё лучше, чем эти ёлки, правду говорю. Да, новогодний сюрприз. Новые ёлки невероятно убогие, а вы что думали? Это безбожное эксплуатирование новогодней тематики. Да и вообще, там новогоднего в этом фильме не больше, чем в моей ёлке вот в этой. Хотя в моей ёлке даже больше. Как над комедией здесь смеяться не над чем. Это скорее остро-социальная драма об убогих российских семьях. Я тут чуть развернуто, немного нудновато расскажу, но потерпите, в конце вас будет ждать бонус. Я посоветую несколько хороших, незаезженных новогодних фильмов. Конечно, по своей воле я бы на них не пошёл. Просто я считаю своим долгом оповестить как можно больше людей. Чтобы вы не ходили и не тратили своей ни деньги, ни время. Просто понимаете, если никто не будет ходить на это дерьмо, планка у нашего кинематографа может хоть чуть-чуть вырастет, понимаете? Если конструктивно отвечать, о чём это кино, то у меня в голове только один ответ. Это кино о неполноценных семьях, в которых есть обязательно кто-то убогий. Вот вы хотите такое кино смотреть в новогодние праздники? Я нет. И вам поэтому не советую. В фильме есть несколько сюжетных линий. И они все между собой кое-как там пересекаются в конечном итоге, что в принципе понятно. И в каждой этой линии есть кто-то убогий. В линии Светлакова и Урганта это Светлаков. Тупой быдуан, который спаливает свою хату типа, потом спаливает хату Урганта. Блин, почему это должно быть смешно? Объясните мне. Это не смешно. Это невероятно тупо. Урган, Светлаков, прекратите это. Вы же чётко понимаете, что это лютое убожество. Зачем вы поддерживаете эти проекты? Вы так миллионеры. Ну зачем? Зачем вы вообще живёте? Линия Нагиева в роли отчима мальчика, она вообще ничем не заканчивается. Никакого прям внятного посыла в ней нет. Более того, пацан в итоге спасает Нагиева, что делает вообще бессмысленным всю эту сюжетную линию. Никакой морали и посыла в ней нет. И у Нагиева там персонаж нечто среднее между прапорщиком Задовым и физруком. То есть такой туповатый мужлан. Все остальные сюжетные линии я даже описывать не хочу. Они убогие и не приводят никаким умозаключением. И самое ужасное, что в некоторых из них агрессоры выставляются жертвами, которые жаждят чуда. То есть да, убогие люди, которые заслуживают того, что с ними происходит, они тоже хотят чуда. Ну да, конечно же. Ну и естественно в конце всех этих неудачников и ублюдских героев ждёт рождественское чудо. В нашей стране все так любят чудеса, чтобы вот всё за них решалось. Проблемы все сами исчезали. Чтобы ты там кинул монетку в автомат и миллион долларов выиграл. Вы что, идиоты? Ургант и Светлаков в этой серии, как обычно, зарабатывают деньги. Только теперь к ним ещё присоединился Нагиев. Был только один человек в этом фильме, который старался. Вот здесь будет фотография. Один человек. И то было бы зачем. Лучше просто не поддерживать такие убогие проекты. Художественная ценность картинки и картины в целом ноль. Ни одного кадра не было построено с душой. Всё снимали настолько на пофиг. Иногда местами на телефон снимали. Вы представляете, на телефон снимали. Даже в той же реальной любви есть красивые кадры с ёлками. Просто хорошо поставленные мизансцены. Нормальные диалоги с актёрами, когда ты видишь, кто куда смотрит. Здесь этого нет. У меня к авторам вопрос. Ребят, вот неужели нельзя один годик пропустить, не наживаться и написать нормальный сценарий? Просто сделать нормальную комедию новогоднюю? Я не помню, когда я последний раз видел в России нормальную новогоднюю комедию. Ирония судьбы уже вот здесь. Сколько можно? Реально, возьмите, снимите нормальное кино. Вложитесь, ё-моё. Нет, Тимур Бекмамбетов и команда просто зарабатывают на продакт-плейсменте. На рекламе одноклассников, рекламе Ауди, Сбербанк, Аэрофлот, естественно. Всё это было в этом фильме. Ровно как и в том году. В том году такой поток был! Нет, на самом деле в том году было ещё хуже. Вы представляете? Короче, ребят, фильм невероятно убогий, как вы понимаете. Говорить о нём больше я не вижу смысла. Лучше я вам расскажу о том, что можно посмотреть перед Новым годом и создать себе новогоднее настроение. Обязательно посмотрите «Чудо на 34-й улице». Обязательно посмотрите «Рождественскую историю», если вы ещё не видели. И можете как раз посмотреть фильм «Реальная любовь». Вот вам, пожалуйста, три фильма, которые создадут новогоднее настроение. Реально, есть ещё фильмы, которые можно посмотреть. Это американская классика, французская, британская. Можно не только наши советские комедии по 50-му кругу пересматривать. Можно и в Европу заглянуть. Загнивающую Европу, естественно. Ребят, на этом всё. Завтра ещё будет обзор фильма «Джуманджи». Продолжение того самого легендарного классического фильма, на котором мы все выросли. Ну, во всяком случае, моё поколение выросло. Ну, а на следующей неделе будут итоговые новогодние топы. Ну и всё уже. Начинайте готовиться к Новому году сколько можно. Блин, забыл мандаринки положить. О! У-у-у! Ладно, я не умею жонглировать. Ну, в общем, ребят, с наступающим вас всех. Цените время, любите кино. Обязательно надо было толкнуть эту морализаторскую херату. В общем, до скорого. Пока. Мандаринки будем нямкать. Субтитры делал DimaTorzok